В связи с Олимпиадой, в связи с тем, что на Олимпийском комитете задавались напрямую вопросы руководству нашей страны о том, будут ли преследовать людей нетрадиционной сексуальной ориентации, возникла некая дискуссия или представление о том, что есть какая-то пропасть между отношением к тем, как относятся к меньшинствам в Европе и как относятся к нам. Я хочу сказать несколько вещей. Первое, такое очень формальное совпадение этой ситуации, когда Козак сказал, что на время Олимпиады наши законы о запрете пропаганды гомосексуализма не будут действовать. В свое время, когда была Берлинская Олимпиада при Гитлере, то они тоже заверяли о том, что во время Олимпиады евреев и гомосексуалистов преследовать не будут. То есть это просто такое случайное вроде бы совпадение, но на самом деле, мне кажется, достаточно тревожное для нашей власти. Вообще проблемы гомосексуалистов в России не было. И надо иметь в виду, что многие люди узнали о том, что существует такая проблема как раз из уст вот этих государственных мужей, которые трубили об опасности. И они решали внутреннюю локальную задачу. Они хотели дискредитировать оппозицию. То есть оппозиция либеральна. Оппозиция либеральна относится к другим людям, к кинаковости. И они таким образом, склеив оппозицию и гомосексуальных, решили показать электорату, обществу в России, что, собственно говоря, вся оппозиция состоит из меньшинств. Достаточно успешно решив эту задачу, они просто не думали, что у этой такой внутренней компании будет такая реакция за рубежом. Я думаю, что сейчас уже 10 раз прокляли тех технологов, которые подсказали нашей власти вот такой способ дискредитации оппозиции, потому что Путин сейчас появляется на последнем гей-параде в Амстердаме. Он был главной фигурой такой. И, собственно говоря, если представить себе некую историческую перспективу, через 20-30 лет какие-то описания великих политиков, кто они, какие характеристики, то основная характеристика Путина сегодня — это гомофоб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...